Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. В этом году мы отмечаем 80 лет начала строительства Сурского и Казанских рубежей. Очень много памятных мероприятий планируется и уже проводится в нашей республике, в том числе и снимается фильм. Поэтому я пригласила к нам в гости режиссера фильма «Люди на окопах» и главного художника-постановщика Юрия Спиридонова и Валерия Осипова. Друзья мои, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно видеть вас в нашей студии. Много к вам вопросов, потому что готовится, видимо, такой очень фундаментальный, очень глубокий и серьезный фильм. Поэтому хочется об этом с вами поговорить. Юр, расскажи, пожалуйста, как вообще возникла идея возникновения этого фильма? С чего вдруг? Ну, было все банально и просто. Объявили конкурс Министерства культуры на производство художественной документальной картины, которая посвящается 80-летию Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ну, мы как патриоты своей страны обязательно взялись за эту тему, собрали команду, значит, и решили попробовать свои силы по созданию для нас нового жанра, как документальное кино, потому что мы все-таки до этого снимали более художественное кино, криминальное кино, как мне говорили. А чтобы перейти на документ, на архив, на все-таки патриотику, которую, в принципе, когда мы взялись за этот проект, мы практически ничего не знали о тех событиях. Для нас была совершенно новая тема, и как подойти к ней еще не знали. Одно дело согласиться поучаствовать, войти в эту драку, как говорится, а потом будет, что будет. И вот в ходе уже, когда, по идее, в принципе, и конкурс, по идее, сам по себе он состоялся, я так думаю, но мы не осилили те возможности технические, которые были, параметры, которые были заданы в заказе, в этот, непосредственно в технических заданиях. Мы, думаю, попробуем сами тогда своими силами, раз уж взялись, взялись за это дело, собрать материал, значит, пообщаться с участниками тех событий, с ветеранами. Ну, в принципе, и вот тогда уже, буквально через 2-3 месяца и пошла у меня такая тема, то, что это что-то серьезное замечается. О чем говорят люди, вот те, которые непосредственно участники, там, родственники участников, о чем говорят? Ну, во-первых, слезы их, вот слезы благодарности за сегодняшних современников, которые не забыли, а может кто-то и не знал, но вспомнил кто-то их, кто-то, кто знал. Мы, допустим, это познавали в ходе нашей работы, да, и отношение наших героев фильма к съемочной группе и к тем вопросам, которые мы задавали, их не отталкивало, а наоборот, они как-то пытались рассказать максимально мощно и максимально то, что они помнят. А помнят они очень поразительно, достаточно, очень хорошо. От начала тех событий, начала войны, как отцы, мужья, деды уходили на фронт, оставались они дома, и прошла когда-то беда в их дом, и постучались, значит, специальные люди, политруки, политработники, люди более силовых ведомств к ним домой, и ставили задачи непосредственно выйти как раз на работу, чтобы помочь стране стоять, защитить. И их воспоминания, вот, со слезами на глазах, повторюсь, да, как раз, в принципе, это откровение, я не думал, что там есть какая-то ложь, какой-то вымысел, какая-то фантазия, какой-то там, я не знаю, не голливудский же блокбастер они снимают все-таки, думают, да, люди, а хотят историю рассказать своей жизни, своей семье, вот. Кто-то был совсем маленький, они со страны это видели, вот. Кто-то непосредственно участвовал и шел на копы, так они же, как говорится, и говорили, идем на копы, идем на копы, вот. И идем защищать Москву. Я говорю, а были ли такие, ну, какие-то, может, желания у вас все-таки, вы молодые девчонки там, особенно, вот, когда вы престарелые бабушки сегодня, вы же были молодые девчонки, вам хотелось как-то немножечко, наверное, и веселье, и пожить как-то немножечко, и уйти от этих нагрузок как-то, да, вот все-таки тяжело же, голодные, холодные, и идти на работу каждое утро, в пять утра вставать, и пока не закончится норма, они не уходили оттуда. А они говорят, нет, такого даже желания, даже помыслов их не было. Мы должны были защитить Москву. Я в кого? Они говорят, мы должны были защитить Москву, нашу землю. Где нашли актеров? Кто эти люди? Привлекались ли на съемках знаменитости? Ну, на роль Берии мы пригласили, значит, российского актера Адама Булгачева, который уже в порядке, где-то у него порядка десяти работ, где он играет непосредственно Берию. Вот, и он шумевшим по всем многосерийным художественным фильмам «Жуков», режиссер Алексея Мурадова, где он сыграл очень шикарную роль, как раз он сыграл Берию. То есть мы связали с ним, значит, по телефону, объяснила ему историю нашу, которую мы хотим снять, и он, ну, согласился, принять участие в этом фильме. Съемки будут проходить у нас в Москве. Ну, генерал Жукова сыграет наш актер Валерий Тарасов. У него тоже большой опыт работы есть. Мы с ним уже работали. У него была главная роль и в фильме «Егор Шилов». Вот, и здесь мы решили дать ему... У него есть сходство с Михаилом Ульяновым. С Михаилом Ульяновым в свое время очень много сыграл для Жукова. И поэтому именно для советского зрителя вот мы решили такой тоже, такой подарок сделать. Подобрали, значит, актера. Валерий Тарасов согласился. И вот он будет играть генерал Жукова. Сами будете играть? Роль какая-то есть в фильме? Есть. Я ее нашел. Случайно шел. Не планировал сначала сам играть. Вот. Был герой. Мы ездили в Паридский район, значит, в Паридском районе. Герой фильма. Он уже тоже очень взрослый дедушка. И когда он давал интервью, на него посмотрел, да, вот те слезы, через которые горечь, через которые он с нами общался, рассказывал о тех событиях. Я так понял, что нужно сыграть его. То есть не его в кадр вносить. То есть он как документ, он будет сам себя. А вот сыграть такого деда. И решили мы попробовать все-таки, значит, связался с гримером нашим. Насколько это получится в рамках тех возможностей, которые здесь в Чувашии, не использовать, не воспользоваться профессиональными услугами концерна «Мосфильм», не брать дорогостоящего гримера, значит, а сами сделаем грим и сделаем из меня столетнего дедушку. Вот такая работа сейчас ведется. И, в принципе, в кадре появляется у нас дед, который рассказывает своему, получается, внуку, офицеру, которого будет как раз Валера играть. Валера играет. Да, будет играть, да. О тех событиях. И Валера, он тоже прошел, значит, и первую-вторую кампанию, и его герой, чеченскую. То есть человек, который сам прошел, ну, и службу в армии офицера, и в сегодняшнее время он является, по фильму будет, получается, художник. И после рассказа дедушке, он в состоянии, вот как раз непосредственно, находясь в состоянии, в котором он получил информацию о дедушке, он решил писать картину. Ну, там еще более тонкая такая задумка, вот, на сверке, как разговаривали. У нас сюжет сам кинематографический. Оказывается, привет внук к деду. Дед ему рассказывает. В порыве эмоций, всего, чувства. Он возвращается к себе домой, в мастерскую, достает уже давно заброшенные краски, кисточки, все это раскладывает по сюжету. Натягивает холст огромный. Сматривает. И тут пошла история наша. Так, и тут пошла ваша... Через полотно. То есть именно показать в фильме реконструкцию непосредственно интеллектуальность самого фильма, проекта. Чтобы можно потом его было направить на наших партнеров в Европу, чтобы они тоже на кинофестивале. Чтобы было интересно именно через краски, через палитру, через художника, через его, получается, наверное... Не то, что восприятие, через призму. Через пережитые, прожитые его дедом, поколение, которое, да, в принципе, даже офицер, прошел уже такой, локальные такие войны, и он сохранил себе мир, и тот мир, который через полотни будет вырисовывать, написать непосредственно эту картину. Такая задумка у нас есть. Для того, чтобы создавать такой фильм, художественный, документальный, переплетая два из их жанра, да, нужно просто колоссальное количество документов, архива перерыт, для того, чтобы донести до зрителя то, что видит режиссер, то, что видит художник. Где искали документы, на что опирались, когда создавали фильм? Ну, сегодня, благодаря, наверное, все-таки архивам и источникам, которые с национальной нашей библиотеки в Чубаксарах, там очень много публикаций, начиная с 70-х годов прошлого столетия, где, в принципе, они сохранили, реставрировали, и сегодня в цифровом формате выпустили практически все, что вообще выходило. И это даже этого достаточно было. Но, как бы мы на этом не останавливались, я просмотрел очень много колоссального материала, документов в виде фильмов, которые выходили, документального кино. У меня, благо, большая видеотека дома, очень серьезная, видеотека документального кино, начиная от киноэпопеи различного, да, там, от фильмов Юрия Николаевича Озерова, который снимал «Битву за Москву и освобождение», там непосредственно очень много об этом говорится, да. Вот. Потом «Хроника документов», которые BBC выпускала, да, то есть и англичане, американцы, все это пересмотрел. И, в принципе, это достаточно, что, может быть, мы не совсем новые кадры покажем в нашем фильме, именно «Хронику», может, кто-то их когда-то видел, стараясь внести какие-то новые вкусняшки такие, чтобы зритель был даже взрослым поколению, особенно нашим современникам, молодежь, чтобы могла посмотреть и, как бы, вот, ну, не с той позиции, неужели это было, да, просто тоже те реалии, которые они были и задача сбора информации. Я почему говорю, до сих пор сценарий переписывается, переписывается мной, а фильм вроде как-то снимается, снимается. Очень много, говорю, у нас порядка уже 70 только от участников мы сняли этих событий, да, это люди разных возрастов и их воспоминания в принципе тоже документ для меня является, да, и именно под их рассказ я ищу документы именно в архивах и уже в видеоматериала, аудиоматериала, да, голос за кадром будет, я решил сам свой голос оставить, не потому что он такой вкусный, но потому что я его, ну, когда я проживаю, я хочу, чтобы донести... От себя. Да. Чем интересна работа над фильмом как художнику-постановщику, что новое, интересное, какие фишки приема применяешь во время работы? За что ты отвечаешь тогда? За что я отвечаю. За что там ты отвечаешь? Ну, знаете, вот представляете, когда сталкиваешься непосредственно с тем, что-то, о чем никогда, ну, раньше и понятия не имел, можно так сказать, ну, так, край мух слышал, где-то что-то, а когда вот непосредственно сталкиваешься с этим, что вот оно было, вживаешься в это все, в эти события, возвращаешься, пытаешься вернуться, посмотреть глазами тех, кто непосредственно там работал, трудился, переживал все это, родственники, их близкие, все это. Ну, это окопы рыл, хоть нет? Я... Надо проникнуться. Я тоже. Кирку, лопату, лом. Вот за это тоже отвечал. Я за это отвечал. Вот были предыдущие массовые съемки здесь у нас на территории Чебоксар, ну, я трое суток там прожил. Когда изо дня в день, изо раз в раз встречаешься с теми людьми, кто там работал, трудился, все это переживал, проникаешь с этим. В любом случае, начинаешь их понимать и как-то сопереживать, то же самое. И то же самое происходит, как своеобразное перемещение. Начинаешь это ближе ощущать. И вот это все выкладываешь в работе уже. Уже смотришь на костюмы, на инвентарь, все, что как было. Наверное, где-то более придирчиво уже относится к снимке. К деталям, да? Да, к деталям. Вот этого не было там. Этого не было. Это было. В основном для чего делается, чтобы наш вот такой зритель, который сегодня стал критиком, мы вообще потеряли зрителя, если честно. Мы сейчас такие все такие умные, такие только и смотрим, а где-то у тебя косяк будет. Где-то, ну не может быть, чтобы что-то кто-то не накосячил. И здесь, поэтому, в принципе, Валера должен отвечать непосредственно вот насколько есть возможность его там как бы все это увидеть, подхватить правильно, да, и не только там по гардеробу, и, допустим, правильно вырыть окопы, но вообще ситуация, которая сегодня происходит в фильме, это 41-го года все-таки, да, надо реально смотреть, какие песни пели, допустим, да. Они там, в который раз, запели Катюшу, но ее песни не было, допустим, в 41-м. Тоже, учитывая все-таки формат картины, и какой бюджет картины, и все-таки цель какая-то, все это когда совмещаешь, вот потом, ну, за любую свою картину я отвечаю сам лично, поэтому я за ее все дерусь. Задействованы в съемках дети? Ну, в принципе, как раз вот дети. Ученики, школьники кто вот сейчас? Есть даже не только школьники, есть детишки более маленькие. Маленькие. Они как раз и у нас в этой, как герои картины тоже они есть, они все-таки взрослые уже, по 90 лет этим детишкам. Их воспоминания, в принципе, когда одна девочка рассказывала, что она шла на окопы к матери дома, ну, невозможно было сидеть, холодно было, печка там не топлена, что-то не справлялась, она вот шла около 7 километров или 8 по полю, и вдруг волки. Такая ситуация была, да. Вот дальше эту историю будем смотреть в кино, чем она закончилась с волками, да. Другая, допустим, девочка рассказывала, ну, бабушка уже рассказывала, то есть ее задача, она оставалась дома, да. Опять же, у кого-то какой-то скот был там, хозяйство, да, было, нужно было с утра пораньше заниматься, то есть хозяйством занимались, да, там, чтобы печка опять так же была уже обогрета, чтобы скотина была накормлена как-то. Другие дети занимались чем? То есть были, налоги были, опять же, да, люди платили все равно, то есть ушла война, люди на окопах, а еще задача все-таки и вовремя, там, яйца сдать, и мясо сдать, вот вообще там, все вот это, все, когда слушаешь, и когда уже глазами сегодняшнего старика или старого человека уже, она вспоминает, когда была молодая, и когда была ребенком, то есть с детства, конечно, у них не было этого детства, и в картине мы, насколько могли, это, конечно, вот недавно Валикова прошли съемки, там, очень, опять же, хорошо, детишек тоже привели, там, допустим, да, мы там с сыном сняли с детишками, их отношение к съемкам, да, ну, это, наверное, лучшие актеры, они вообще, да, они не устают такие, вот, и поэтому дети, женщины и дети, конечно, старики, это основной, конечно, посыл в фильме, вот их отношение к стране, тем событиям, к тому масштабному строительству, к которому возводились зоты, я говорю, там, блиндажи, это никогда, то есть были специальные инженеры, их еще, детей тоже обучали специально, рыть, такого познают, были специальные специалисты, инженеры были, приходили из числа тех людей, которые либо военные были, приезжали, либо все-таки из местных находили, чтобы правильно вырыть еще траншею, нужно, и вот дети, вместе со взрослыми, там они все же не считались, то есть было понятие нормы, и вот эту норму... Норму надо было выполнить, неважно, какими руками, да, чьими руками. То есть если отец на войне, а мать, допустим, там или заболела, или что, выходит, значит, ребенок за матью работает, и вот такая дисциплина была. Может быть, благодаря вот такой дисциплине и состоялась, и победа. Ребят, поделитесь с вами творческими планами, вот после окончания, после премьеры фильма, что еще ждать вашему зрителю? Готовится сейчас, тоже в этом году будет фильм «Генерал Тихонов». Это про последнего председателя КГБ Чувашской республики, очень интересная история, будет рассказана тоже воспоминания, фильм «Воспоминания», фильм «Реконструкция». Ну, такое-то историческая современная картина про одного человека, который, в принципе, по вашему счету, большому массовому зрителю и незнакома эта фамилия, потому что он всю жизнь прослужил, защищая интересы своей страны, контрразведчик. И вот о нем я вот сейчас снимаю фильм «Генерал Тихонов». Вот. Другая работа, у нас сейчас очень так вот, в принципе, мы стартуем в мае месяце, это уже съемочный период, у нас начинается уже этот фильм «Порох». Так. Где у меня там, я там и режиссер, и главный ролик, и опять, опять главный ролик. История очень интересная, написал ее сценарист Евгений Мельников, мы с ним как раз работали на фильме «Директор». Мы оставляем, пусть у себя хорошая работа, я считаю, да, то есть мы не вечно на этой земле погостили, как говорится, да. И вот я всегда говорю, что наш труд, вот сегодняшний, как раз вот когда-то, когда-то, может быть, через 50, через 100 лет, когда будут так люди смотреть, будут обсуждать. Хочу сказать спасибо всем людям, которые делают нас сильными. Это наши критики, это те люди, которые все-таки пытаются как-то... Кино – это не спорт. Здесь не нужно доказывать, не ставить рекорды, да. Мы просто призываем вас поддерживать нас, наоборот. Приходите на наши фильмы, приходите на кинофестиваль чебоксарские, да. Смотрите побольше местного продукта, ешьте местные продукты, да, потому что мы делаем это все для нас, для наших соседей, для наших друзей и тех людей, которые окружают нас. Ну что ж, ребят, мне остается только пожелать вам здоровья, конечно, прежде всего, творческих успехов, воплощения всех задуманных планов, достижения целей, чтобы ваша команда только с новыми работами, которые ценились бы не только в пределах Чувашской Республики, но и за ее пределами. В общем, всего вам самого доброго, блеска в глазах, энтузиазма и всего самого наилучшего. Приятно было с вами пообщаться. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. С вами была Александра Платонова. Увидимся в следующий четверг. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин